Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на канале Alltags Deutsch или бытовой немецкий. Итак, сегодня вы получите новый рецепт. У меня был как-то запрос, в общем-то, рассказать какой-нибудь рецепт, показать основные слова, которые здесь используются. И сегодня мы возьмем самый простой рецепт, и в частности, как пекут вафли. Итак, we backen waffeln. И начнем с самого первого. Что нам необходимо для того, чтобы испечь вафли? Естественно, вафельница или waffel-eisen. Артикль der Waffel-eisen. Второе слово или глагол, который нам необходим, это backen или печь. Backen. We backen waffeln. Но это еще не все. Следующий предмет, который нам необходим, это, естественно, миксер. Ein Handmixer oder der Handmixer или просто миксер. Какие слова можно и глаголы использовать вместе с этим словом? Rühren, mixen, mischen, verminen. Это, в общем-то, слова-синонимы. Rühren – мешать, mixen – смешивать, mischen – мешать, verminen. То есть, все это тоже смешать. Еще одно слово, которое нам необходимо, это нам чашка, в которой мы будем все это смешивать. Так называемое Schüssel или Die Schüssel. Теперь берем я посредственно тому, что нам необходимо. То есть, так называемые цитаты. Цитаты. Цитаты 필요 7,5imientos, а грамм за 2,5 цитаты. Цитаты, 125 грамм за 1,5 цитаты. Цитаты. по-стое 1 цитаты, 125 грамм за 6,5 Quadrounder oil. 155 грамм за 1,5 литровой Сахар. 1 чайной грамм за 1,5 дигровой Сахар. . 1 чайная грамм за 1,5 г. И если он, то, что мы можем... Средство для того, чтобы тесто выглядело... Ну, не могу вспомнить название этого слова. Это непосредственно разрыхлитель. Всё вспомнила. Итак, 250 грамм муки, 250 грамм миллилитров молока, щепотка соли и 125 грамм маргарина. Ещё раз. Ая, цука, бакпульва, мель, мельх, зальц, маргарина. Так, теперь разберём более подробно. Ая, ein Ei, das Ei. Цука, der Zucker. Бакпульва, то есть если мы разделим на два слова, бак, бакен, пульва – это порошок. Пульва, das Pulver. Мель, мука, das Mel. Мельх, молоко, die Milch. И eine Brise Salz, то есть щепотка соли. Так, что же мы с вами испечём? Мы испечём вафли или eine Waffel – неопределённый артикль. Die Waffel – определённый артикль. Oder die Waffeln – это множественное число. Ich backe Waffeln в настоящее время. Ich muss noch Waffeln backen. То есть мне нужно ещё испечь Waffli. Ich habe die Waffeln gebacken. То есть я испекла эти Waffli. Так, теперь переходим непосредственно к рецепту. И первое, что мы делаем, мы смешиваем яйца и сахар с помощью миксера. Ich verrühre zuerst Eier und Zucker mit einem Handmixer. Второй шаг. Добавляем маргарин и ещё раз смешиваем. Der Schritt Nummer 2. Dann füge ich маргарине hinzu und verrühre kurz. Шаг Nummer 3. После этого добавляю разрыхлитель, муку, молоко и соль. И всё это смешиваю. И тесто на этом готово. Der Schritt Nummer 3. Danach gebe ich Backpulver, Milch, Milch und Salz hinzu und mixe alle Zutaten. Der Teig ist fertig. И последний шаг. В конце я наконец пеку золотистые Waffli на Waffelнице, которая до этого была смазана жиром. Anschließend backe ich goldbraune Waffeln im gefährdeten Waffeleisen. И ещё раз. Я verrühre zuerst Eier und Zucker mit einem Handmixer. Dann füge ich маргарине hinzu und verrühre kurz. Danach gebe ich Backpulver, Milch, Milch und Salz hinzu und mixe alle Zutaten. Der Teig ist fertig. Anschließend backe ich goldbraune Waffeln im gefetteten Waffeleisen. Итак, рецепт у вас есть. Теперь вам досталось достать Waffelницу, выписать себе все эти слова и предложения и попробовать всё это повторить. Каждый раз повторяйте эти предложения. И все эти слова вы можете заучить на примерах на вашей кухне. Итак, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите свои комментарии, свои предложения, что вы хотели бы увидеть в следующем видео. И до новых встреч. Пока-пока.